это прекрасно что вот есть такая возможность так вот в режиме видеоконференции собраться поговорить интересной темой сейчас это конечно уже никого не удивляет и наоборот подобный сервис если некачественно работает или вообще недоступен то это сильно расстраивает пользователей если такое происходит постоянно то в общем-то заставляет переходить каким-то другим провайдерам сервисов и приложениям вот сегодня собственно мы и поговорим о том как обеспечить полный контроль работоспособности подобных бизнес критичных приложений для повышения их стабильности и собственно производительности меня зовут алексей окопян я руководитель отдела системы мониторинга компании инфосистема jet наша компания ну на рынке интеграции уже более 30 лет много лет является одной из крупнейших эти компании входит в топ-10 имеет несколько точек присутствия в российской федерации и странах снг в нашем штате около двух тысяч квалифицированных специалистов и работаем по многим эти направлениям мониторинг одно из традиционных наших направлений моя команда занимается проектированием и внедрением решений по мониторингу какая те инфраструктуру любой сложности так и решениями по мониторингу приложений и бизнес сервисов ну сначала небольшое вступительное слово потом передам образы правления нашим коллегам из протогрупп которые предоставят свою observability платформу и в конце живой системе продемонстрируют как с помощью их решений можно быстро выявлять проблеми проблемы в работе приложений и так про мониторинг ну безусловно мониторинг в том или ином виде присутствует в любой средней а уж тем более крупной организации но не всегда бывает эффективным ну во первых архитектура современных приложений объективно усложняется везде повсеместный переход от монолита к микросервисной архитектуре но подходы к мониторингу остались прежними да то есть нужно менять подход к мониторингу подобных систем во вторых в организациях может быть несколько систем мониторинга и каждая отвечает за какой-то свой участочек да то есть какая-то система мониторит серверы какая-то приложение какая-то база данных сетевую инфраструктуру эти системы генерят много событий и порой избыточных да то есть создаются такой шум информационный вот когда проблема происходит где-то на стыке таких технологических доменов то сложно быстро локализовать источник проблемы найти виноватого и еще один момент часто встречающаяся история что мониторинг работает не контекста от бизнес-процессов компании то есть там не торинг это что-то пройти до бизнес это бизнес и на самом деле это не совсем правильно и вот чтобы исключить такие проблемы здесь нам должна помочь система которая обеспечивает полную полноценную наблюдаемость или observability как сейчас модно говорить за всеми компонентами приложений и связаны с ними инфраструктурой конечно же основные составляющие это метрики как инфраструктуры так и приложений баз данных логи и трассировки это вот конечно три основных составляющие которые данная система должна уметь обрабатывать она должна уметь их накапливать достаточно большом объеме анализировать коррелировать эти данные между собой ну желательно конечно автоматически с применением методов машинного обучения чтобы достаточно быстро находить аномалии в работе приложений информационных систем конечно же здесь необходимо учитывать и user experience и уметь оперировать бизнес-метриками что достаточно важно поскольку метрики бизнес-метрики ну конечно же свойственны для каждой области бизнеса могут быть достаточно чувствительны эти градации непосредственно самих бизнес-приложений конечно же подобная система должна не только отвечать на вопросы нам доступно приложение или нет все ли нормально с производительностью отдельных компонентов приложения фиксировать сам факт сбоя и там время сбоя когда он произошел но и подобный система должна давать нам более расширенную информацию насколько удовлетворен пользователь работы приложения то есть удовлетворяет ли его скорость реакции приложения на его действия что вообще происходит внутри приложения почему что-то случилось и как это повлияло на бизнес и что нужно делать чтобы этого не повторялось и вот наверное ответы именно на эти вопросы несут большую ценность для служб эксплуатации команд разработки да и собственно для бизнеса ну вот что же нам предлагает рынок на этот счет ну здесь собственно все достаточно прозрачно да то есть понятно что можно использовать набор из open source продуктов в общем то многие именно так и поступают и конечно же это может в какой-то степени удовлетворять службы эксплуатации но надо понимать что есть здесь конечно и свои нюансы и вот коллеги из протогрупп дальше затронут этот момент тоже ну в общем то пару моментов здесь лежат на поверхности это конечно скажем так сложность во внедрении до достаточно длительный процесс внедрения подобных систем и сложность дальнейшего сопровождения таких систем следующий момент ну конечно же можно продолжать насколько это возможно в текущей ситуации использовать западные коммерческие решения по мониторингу приложений и в общем то многие их за последние годы уже попробовали внедрили и получили какой-то положительный эффект от их работы это решение от таких производителей как дайна трейс ibm продукт инстана циска сабдинамик с юрелик и так далее в общем то было из чего выбрать на самом деле да и как я уже сказал многие выбирали пробовали но в текущей ситуации есть определенные риски продолжать использовать эти системы ну и конечно же в текущей ситуации переход на отечественные решения и тем решения он в общем то выглядит достаточно понятным да но тут есть конечно свои нюансы я бы не сказал что рынок предоставляет достаточно такой большой выбор подобных решений но тем не менее мы хотим сейчас вас познакомить именно с такой платформой российского производства наши партнеры компания протогрупп сергей медведский руководитель эксплуатации поддержки компании протогрупп сергей передаю тебе слово да коллег добрый день как слышно я думаю хорошо хорошо отлично спасибо сейчас я пошарю свою презентацию собственно коллеги еще раз добрый день сегодня я вам расскажу как построить экономически выгодно зарабилить систему и поделюсь лучшими практиками миграции на отечественные технологии мониторинга информационных систем и давайте начнем со знакомства начну с нашей компании до компания про то это разработчик программных продуктов и сервис провайдер с более 10 летним опытом выполнение проектов по цифровой трансформации кибербезопасности облачным вычислением разработки программных продуктов на основе современного стека мы вывели такие ключевые компании международного масштаба на российский рынок такие как им первая капсула new relic в 2015 году в 2019 году мы вывели на российский рынок такую компанию как ibm стана и в 2022 году мы уже представили свою собственную платформу про там zero ability платформ и вывели ее также на российский рынок собственно коротко обо мне да с 2019 по 21 год я отвечал за эксплуатацию поддержку сервисов по application performance мониторингу по мониторингу кибер угроз и других девопс девсекоп сервисов протогрупп вообще все в сфере application performance мониторинга я уже более четырех лет да и уже с 22 года я в качестве руководителя по эксплуатации поддержки отвечаю за бесперебойную работу первой российской обзирабилити платформы прото обзирабилити платформы ну и давайте познакомимся что такое обзира прото обзирабилити платформ прото обзирабилити платформ объединяет себе такие типы данных как метрики события логи трейсы мы предоставляем не только возможность сбора этих данных но мы также эти данные агрегируем мы их анализируем визуализируем представляем вам очень много полезного функционала но про этому поговорим чуть-чуть попозже собственно мы собираем различные виды данных мы поддерживаем более 300 различных технологий мы поддерживаем все современные языки программируем все современные популярные важные языки программируемые такие как java php.net.net core но джес го и так далее мы автоматически инструментируем эти приложения собираем с них абсолютно каждый трейс каждую транзакцию видим все что происходит внутри вашего приложения до строчки кода мы поддерживаем мониторинг клиентских приложений да и тем самым образом мы контролируем как пользователи взаимодействуют с нашим приложением мы поддерживаем такие виды приложений ну как мы поддерживаем как мобильные приложения написаны на ios и android так и обычные веб-браузерные приложения причем на мне важно на каком фрейморке на написано мы все поддерживаем будь то это реакт ангуляр view.js конечно все что касается нашей огромной инфраструктуры нашей базы данных очереди сообщений балансировщики прокси сервера мы все это также поддерживаем да на слайд бы просто не поместилась все те технологии которые мы поддерживаем конечно все что касается микросервисной инфраструктуры докер кубернетис мы также со всего мы все это поддерживаем и если с этих технологий собираем данные конечно мы поддерживаем такой формат метр как прометирус мы вообще в принципе не собираемся конкурировать с опыт с open source с открытыми стандартами мы их наоборот дополняем то есть вы можете к нам передавать данные от уже вами инструментированных приложений вашими разработчиками в формате open telemetry на чтобы эта работа уже была не потеряна вы можете передавать нам эти данные мы будем их анализировать если у вас есть какие-то уже описанные кастомные методы в формате прометирус вы можете также нас к нам их передавать мы также поддерживаем у нас есть нативная интеграция с alert менеджером да мы умеем отправлять алерты формате alert менеджера чтобы вы могли вам не нужно было уже это все перенастраивать если у вас это уже все есть ну и конечно все эти данные которые мы собираем анализируем у вас есть возможность визуализировать не только в нашем интерфейсе но и в самой графами все это нам позволяет осуществлять именно full stack мониторинг всей вашей серверной инфраструктуры всех ваших приложений баз данных и пользовательского опыта осуществляется это все с помощью агентов которые несут минимальный оверхат на ваши хосты на которых запущен наш агент да по среднем потреблении наши агенты потребляют не более 1 2 процентов от общего количества доступных ресурсов на сами хосты внутри приложения встраиваются маленькие легковесные трейсеры трейсинг агенты которые осуществляют автоматическую инструментацию кода и также никак не эффектит работу вашего приложения как агенты так и наш бэкэнд куда отправляются собранные данные запускается одной командой сам бэкэнд построен на микросервисной архитектуре континеризирован управляется докер композом поэтому запускается все достаточно быстро и все уже преднастроено вам не требуется никакой дополнительной настройки вывели команду докер композа минус д запустился наш бэкэнд одной команды установили агента и магия все работает вам не нужно настраивать дэшборды вам не нужно настраивать алерты все данные уже будут приходить к нам на бэкэнд анализироваться мы используем машин ленинг алгоритмы для построения трендов и выявления аномалий по работе ваших приложений и ключевой концепции нашего продукта является то что мы предоставляем 80 процентов функционал иностранных обзирабилити решений за 20 процентов этой стоимости ну и что же вы получите от использования протообзирабилити платформ в первую очередь вы сократите количество инцидентов все это благодаря тому что нашу платформу уже из коробки заложены сергей сергей извини пожалуйста картинка пропала да конечно сейчас секундочку давайте пофиксим коллеги сейчас экран видно да отлично собственно за счет того что у нас есть встроенные механизмы обнаружения аномалий за счет того что у нас из коробки заложено более 200 правил оповещения под каждый из компонентов инфраструктуры под каждую технологию которую мы поддерживаем всегда получаете целевые инциденты целевые оповещения о том что у вас уже что-то пошло не так наша платформа позволяет проводить достаточно очень быстрый роткос анализ потому что все данные в контексте расследовать инциденты становится намного быстрее случае их возникновения тем самым сокращается время простое работа ваших приложений цифровых сервисов тем что меньше инцидентов вы сокращаете min time to resolve с помощью нашей платформы сокращается min time to detect потому что мы сразу вам говорим где точно проблема в какой строчке кода в каком конкретно компоненте тем самым ваши дорогостоящие девопс инженеры разработчики тратят меньше времени на решение инцидентов тем самым сокращается технический долг все это позволяет улучшить бизнес кпи до ваши пользователи более получают лучший опыт от взаимодействия лучший юзер экспириенс от работы с вашим приложением потому что улучшается производительность вашего приложения увеличивается количество ошибок растет скорость загрузки самих сервисов вебомобильных приложений все это уже позволяет вам увеличить ваш показатель time to market потому что ваши разработчики девопса не тратит время на расследование инцидентов не тратит время на подключение инструмента они сосредоточены на том чтобы выпускать новые фичи и улучшать стабильность работы и производительность вашего приложения тем самым растет ваша конкурентоспособность на на рынке где вы представлены и собственно давайте поговорим уже о наших ключевых и целевых возможностях функциональных нашей платформы наша платформа предоставляет именно сквозной мониторинг веб и мобильных приложений пользовательского опыта инфраструктуры и кубернетис мы умеем контролировать то как пользователи взаимодействуют с вашим вебомобильным приложением мы видим какое там было количество вызов какое там было количество ошибок какие какая конкретная пользовательская сессия была затронута проблемой да почему пользователя не получилось добавить товар в корзину там или зарегистрироваться на сайте мы это все можем увидеть и самое главное что мы связываем эти данные с тем на какой инфраструктуре запущено это приложение а где конкретный пользовательский запрос исполнялся с точки зрения инфраструктуры и мы всегда контролируем то как работает и как себя чувствует инфраструктура где запускается ваше приложение следующее немаловажное точнее наверное самая важная часть это про автоматическую функцию автоматическая инструментация корреляция трейсов логов методик событий бизнес 5 мы автоматически инструментируем ваше приложение написано на самых популярных и востребованных языках программирования устраивается наш маленький трейсер агент внутрь вашего приложения и мы понимаем какие методы в нам исполняются какие есть вызовы сколько времени уходит на запрос базу данных мы собираем логи вашего приложения и коррелируем с той конкретной транзакции в котором в ходе которой был сгенерирован конкретный лог месседж мы понимаем какие события исходят внутри вашей инфраструктуры да если там какие то высокие показатели по потреблению ресурсов на хосте или есть проблемы три кубернетис кластера мы все это видим все это можем скоррелировать уже с вашими бизнес к пи ай да которые также с помощью нашей платформы можно проанализировать поэтому говорим поговорим уже чуть позже следующая важная очень важный функционал это предоставление на сквозной аналитики данных но не все разрознены но нам важно чтобы вы могли сравнить ваши технические показатели показатели того провести на сквозную аналитику да вот конкретного пользовательского запроса да как ушел этот запрос на бэкэнд что произошло именно на вашем бэкэнде какие то какая транзакция была инициирована в ходе пользовательской сессии пользователь кликнул на кнопку какой ушел запрос на бэкэнд как отработало бэкэнд приложение какие были сделаны запросы к базе данных и как себя чувствовал хост где запущена эта база данных мы предоставляем вам весь этот контекст важно также понимать что происходит с нашим приложением с вашим приложением сразу же после того как вы выкатываете новый релиз вы выкатили новый релиз продакшен и вам нужно в режиме реального времени понимать что происходит с вашим приложением нет ли никаких ошибок как тебя чувствует пользователь мы предоставляем такой интеграции вы можете встроить наш скрипт свой ccd pipeline тем самым вы сообщите в нашу платформу о том что у вас был сделан релиз и на всех дэшбордах на всех встроенных дэшбордах в нашу платформу вы увидите соответствующие маркеры на графиках то есть вы будете понимать как себя приложение сразу же чувствует себя чувствует сразу же после того как вы выкатили новый релиз мы говорим про контекст данных важно переходить просто по одному клику от одного компонента инфраструктуры от конкретного вызова к инфраструктуре мы предоставляем такую возможность чтобы вы могли всегда и очень быстро от одного компонента перейти уже к другому и детально проанализировать что же было ну и более детально анализировать какой-то инцидент или вообще просто работу своего приложения мы коррелируем все эти события мы коррелируем эти сервисы те приложения которые между собой взаимодействуют мы понимаем как они между собой общаются и все происходит автоматически в режиме реального времени мы знаем какие сервисы у вас запущены как они между собой взаимодействуют и мы видим их состояние здоровья да это что я говорил как раз переход от компонентов от конкретного вызова к определенному компоненту инфраструктуры где был исполнен этот вызов но мы про это еще поговорим дальше в ходе демо как я уже немножко ранее говорил что в нашей платформе заложено более 200 встроенных правил оповещения мы используем машин леонинг алгоритмы мы проводим автоматическую инструментацию автоматическую инвентаризацию всей вашей инфраструктуры подключенной к нашей системе да мы у нас платформе мы под каждую технологию которую поддерживаем добавляем правила которые позволяют пользователям нашей платформы получать ключевые целевые оповещения о состоянии здоровья компонента под каждый компонент который мы поддерживаем есть свое уникальное жизнь свой уникальный набор правил которые вам позволяют понятие как себя чувствует приложение там допустим у если у радиса там низких хитрейт мы вам сразу же об этом скажем вы поймете что уже сразу что-то прошло не так мы используем машин леонинг алгоритмы для обнаружения и для обнаружения аномалии в работе приложений и мы строим тренд чтобы вы понимали как себя чувствует приложение причем тренд мы строим учитывая сезонность работы приложения да то есть наша платформа понимает что в 12 часов ночи в воскресенье у вас там маленькая нагрузка приложения и нужно учитывать это что если вас там проседает количество вызовов что это не аномалии это нормальное поведение мы это конечно же учитываем либо наоборот у вас там запускаются там в ночи какие-нибудь сложные кром-джобы которые генерят много трафика приложения работают чуть медленнее чем обычно но это некий паттерн который мы учитываем учитывается нашим нашим машин леонинг алгоритм и конечно мы производим непрерывную инвентаризацию всех компонентов инфраструктуры в реальном времени то есть мы предоставляем вам возможность понять сколько компонентов инфраструктуры сейчас у меня есть какие-то компоненты сколько меня запущенных остов а сколько из них с проблемой сколько есть контейнеров а если у них проблемы и сколько их а сколько у меня баз данных сколько у меня очередей приложений так далее все это можно проанализировать и все мы это вам предоставляем и за счет того что мы Мы собираем абсолютно всю информацию о работе вашего приложения. Мы понимаем с точки зрения бизнеса, как оно работает. Потому что мы не сэмплируем данные, мы собираем абсолютно каждую транзакцию. Мы видим, как пользователи взаимодействуют с вашими вебом, мобильными приложениями. Тем самым мы понимаем, а сколько было переходов на страницу, на карточку товара, либо товаров, добавленных в корзину. Мы понимаем все эти показатели, и мы позволяем вам проанализировать технические показатели, сравнить их с бизнес-показателями. Количество брошенных корзин с процентом ошибок на странице корзины, сколько было ошибок в процессе оплаты услуги и так далее. Также вы можете передавать нам абсолютно любые кастомные метрики, которые у вас уже имеются, либо мы можем вам предоставить возможность, чтобы вы начали даже это делать, чтобы анализировать ваши бизнес-показатели и сравнивать их с техническими метриками. Все доступные метрики в нашей платформе возможно визуализировать на наших кастомных дешбордах, чтобы проводить более углубленный анализ. И когда я говорю про кастомные бизнес-показатели, да, вы также можете сюда передавать и среднеотрясливые показатели. Допустим, среднее количество брошенных корзин по нашей отрасли, либо там время пользователя, проведенное на сайте, или передавать какие-то показатели от ваших конкурентов, сравнивать их с вашими текущими. Все это мы вам предоставляем. В чем же наше основное преимущество перед open-source инструментами? Когда мы говорим про open-source инструменты, их достаточно много, и они каждый выполняет свою маленькую точечную задачу. Этот инструмент собирает логи, этот инструмент предоставляет анализ трейсов. Все это делается, конечно же, вручную. Много-много разных инструментов. Нет ни единого интерфейса, связи данных, контекста данных. Все данные всегда разменные, когда мы используем open-source инструменты. Вы не получаете от open-source инструмента полноценного проактивного мониторинга. Вам все нужно контролировать вручную. Правила помещения вам нужно настраивать вручную. Под каждый, причем из компонентов инфраструктуры, под каждый сервис, вам все это нужно сделать вручную. Вы получаете тем самым большое количество слепых зон, потому что ваши дорогостоящие девопс-инженеры и разработчики, они тратят очень много времени на то, чтобы поддерживать open-source. Особенно если мы говорим про микросервисную инфраструктуру. Важно понимать, что в микросервисной инфраструктуре, да, цикл жизни сервиса, он достаточно небольшой. Да, он достаточно разный. То есть сервис может прожить и неделю, и больше он никогда не будет запущен. И вашими специалистами нужно это отконтролировать, чтобы там был встроен трейсер. Сам сервис, точнее, там не будет трейсера, прошу прощения, что нужно проинструментировать вручную каждый метод, каждый спан внутри этого приложения, подключить к нему все экспортеры, чтобы собрать метрики, собрать логи, все это будет в разных интерфейсах, не будет никакого контекста. Тем самым тратится много на это времени. Не получается, вы не получаете никакого проактивного мониторинга. У вас много слепых зон. И еще важный момент, что open-source инструменты, они все сэмплируют данные. Мы же, в свою очередь, не сэмплируем данные. Тем самым поддерживать зоопарк open-source инструментов, это очень дорого. Это очень дорого поддерживать и обслуживать. Тем самым тратится очень много ресурсов, разработчиков и диопс-инженеров. Наша же платформа предоставляет корреляцию всех собранных данных в едином источнике. У вас есть единый инцидент, где все данные между собой связаны. Под каждую технологию, каждый сервис анализируется нашими машин-данинг-алгоритмами, показатель качества работы приложения анализируется. Вы получаете своевременное оповещение, когда что-то идет не так. Мы укажем конкретно до строчки кода, что идет не так в вашем приложении, где именно проблема. Мы инструментируем, мы поддерживаем именно full-stack инструментацию, то есть full-stack monitoring. Мы контролируем все, от конкретного клика пользователя у него в браузере до уже конкретных запросов базы данных. За счет этого вы получаете полную видимость. Благодаря тому, что у нас есть встроенные правила, используется машин-данинг-алгоритм, и вы получаете предиктивную аналитику того, что происходит с вашей системой. Мы заранее вам скажем, что идет не так, и вы всегда видите, что нужно исправить и где нужно исправить до того, как это уже станет инцидентом. Что позволяет экономить ресурсы наших высокооплачиваемых специалистов разработки и диопс-инженеров? Так в чем же наши преимущества перед иностранными ИПМ-решениями? Прошу прощения, иностранные observability и ИПМ-решения, они имеют большой-большой опыт. Они уже очень много лет назад все были созданы, и у них есть очень-очень много функционала, который на самом деле половине специалистов даже не нужен. А стоимость этих инструментов, она крайне дорогая. И получить полноценный full-stack monitoring с помощью иностранных или переупакованных observability решений очень дорого, потому что вы получаете слишком много функционала, которые на самом-то деле вам по большей части будет и не нужны. За счет того, что там очень много-много-много разного функционала, интерфейсы чаще всего крайне перегруженные. Процесс онбординга специалистов крайне долгий. То есть вашим специалистам нужно потратить много времени, чтобы разобраться, как мне найти конкретную транзакцию, как ее проанализировать. Тем самым у вас получается, что покрыть всю вашу инфраструктуру одним иностранным решением очень дорого. И мы наблюдали такое, что в компаниях много-много разных проектов. Один проект использует одну систему мониторинга, другой решение, пятый open source вообще проект использует. Тем самым вы не видите вообще, что в целом происходит с вашим провожением. Ну и следующее, что сейчас несет за собой использование иностранных IPM. Есть переупакованные решения, есть некий параллельный импорт, но это все крайне непредсказуемо в использовании. Любой вендор может в любой момент времени ограничить использование своих продуктов либо перестать предоставлять вам новые обновления. Наша же платформа предоставляет именно full stack observability для всех проектов компании. Мы стоим существенно ниже иностранных аналогов. Мы собираем те же данные, мы собираем трейсы, логи, метрики, события, бизнес API. Все это происходит автоматически, мы это анализируем и коррелируем между собой. У нас используются свои собственные AI и машин леонинг-алгоритмы для выявления аномалий, прогнозирования определенных трендов, что также есть и у иностранных решений. Все это позволяет вам с помощью нашей платформы ускорять расследование инцидентов и избежать шума в алертах. И наша ключевая концепция – это то, что наша платформа дает 80% функционала за иностранных observability решений за 20% от их стоимости. Коллеги, и сейчас я пошарю заново экран и уже проведу, точнее даже, наверное, вы не придется шарить. Да, я сейчас вам уже покажу демо, как с помощью нашей платформы можно провести роткос-анализ. Самый главный – эффективный и быстрый роткос-анализ. Сейчас в экране видите скриншот алерта в формате alert-менеджера, который мы получили от нашей платформы, что у нас обнаружено превышение нормального показателя по количеству ошибок по сервису юзер, и проблема у нас критичная. Ну и, собственно, давайте перейдем в нашу платформу, обновим страничку, и мы видим, что у нас был с вами сделан релиз. Буквально пару секунд назад у нас был сделан релиз. Да, сейчас давайте подождем, пока у нас синтетический инцидент сгенерируется. Я, наверное, пока отвечу на вопросы, пока я вижу, что в чайчике они есть, и пока мы ждем, пока у нас инцидент сгенерируется, мы давайте отвечу на вопросы. Вопрос от Константина Арестова. Внутри вашего трейс-агента для приклада есть eBPF зонда. Мы eBPF не на данный момент используем для контроля производительности именно самого хоста, его потребления ресурсов. Там у нас есть парочку моментов, которые мы используем для eBPF, но мы можем более подробно вам уже ответить на вопрос про eBPF. Именно зонды мы не используем. Так, пока вопросов я больше не делал. Так, вижу еще вопросов. Вопрос про агенты для трейса приклада. Как вы снимаете время в выполнении системных вызовов? Как вы строите графт-опологию? Мы собираем абсолютно каждый вызов. Мы инструментируем само приложение и все популярные фреймворки каждого из языка программирования. Это все делает наш тестинг-агент. Он собирает именно то, как прошел сам HTTP-запрос, какие методы дальше внутри приложения исполнялись. Это может быть как GRPC-запрос, так и HTTP-запрос. И мы пробрасываем все свои необходимые trace-ID, span-ID между при коммуникации от одного сервиса к другому сервису и в случае, если запрос от сервиса А ушел к сервису Б, сервис Б, если он также инструментирован нашими агентами, то он получит запрос, в котором будут уже вставлены необходимые заголовки наши системные. И на основе этого мы понимаем, как один сервис с другим взаимодействует. Мы склеиваем эти транзакции в единую, и тем самым мы получаем полноценно распределенную транзакцию. Это называется distributed tracing. Вижу вопрос от Виталия Бондаренко. Какие алгоритмы используются для прогнозной модели и выявления аномалий? Мы используем алгоритмы... Мы за основу взяли такую модель, как профит от Facebook, и ее немножечко доработали для того, чтобы она корректно работала уже именно с нашими данными, с нашим типом данных, чтобы получать ему ключевое оповещение. Следующий вопрос также от Виталия. Есть ли функционал для реализации ресурсно-сервисной модели и метрики по каждому компоненту для расчета своих показателей, используя они формулы вычислений? Да, такой функционал у нас возможен. Вы можете использовать наши метрики, к ним применять свои формулы, вычисления. Все это возможно. Мы предоставляем такую возможность фарм... Причем это можно все сделать с помощью открытого языка запросов пром.ql. То есть вы пишете просто пром.ql-запрос внутри нашего интерфейса к нашим же данным и высчитываете те показатели, которые вы говорите. Вижу следующий вопрос. Если вы не используете сомблирование данных и собираете все запросы и все метрики, то сколько ресурсов должна потреблять ваша система? Явно не 2-3% от общего потребления системы. Сюда же добавлять email, зачем поддержка такой системы будет во много дороже самой бизнес-системы? Хороший вопрос. Да, Руслан, наши агенты, которые осуществляют сбор данных с компонентов инфраструктуры, которые запущены на конкретном хосте, то есть агент ставится на хост, а этот агент автоматически инструментирует ваше приложение, собирает с них каждый запрос, каждый вызов, собирает метрики компонентов и всех технологий, которые запущены на этом хосте и передает уже к нам на бэкэнд. Бэкэнд анализирует все эти данные, и минимальные требования по ресурсам именно самого бэкэнда это 6 CPU и 12 гигабайт оперативной памяти. Касаемо потребления ресурсов самого бэкэнда, это крайне гибко, мы крайне гибко можем масштабироваться, мы можем разносить наши компоненты на несколько разных хостов, мы можем горизонтально расти, как и вертикально масштабироваться, и все зависит, потребление уже самого бэкэнда ресурсов зависит исключительно от объема данных, который будет передаваться в него и анализироваться. Да, я, наверное, забыл отметить, что наша платформа предоставляется в on-premise, как on-premise решение, то есть наша платформа разворачивается на стороне заказчика, да, SaaS-модели мы пока что не предоставляем, но мы смотрим в этом направлении. Вот. Вижу следующий вопрос, пока мы ждем инцидент, хотя давайте проверим, появился ли у нас новый инцидент. Я пока временно приостановлю транзакцию. Да, я пока еще поотвечаю на вопросы. Вижу следующий вопрос, про по какому признаку или свойству объект происходит корреляция, забыть время, имя объекта, связанность сообщений. За счет того, что это все осуществляется, сбор всех данных осуществляется нашим агентом, агент понимает, на каком хосте он, естественно, установлен, и у какого конкретного компонента, у какого процесса на хосте произошло то или иное событие. Эти все данные передаются просто в наш бэкэнд, и наш бэкэнд уже строит все эти связи, коррелирует логи с трейсами на основе дополнительных параметров, которые добавляются в сами лог-сообщения, да, происходит корреляция с транзакциями. И так далее. Вижу следующий вопрос. На чем построена автоинструментация? Под каждый язык программирования используются свои подходы в реализации. Именно автоматическая инструментация того, как мы это делаем. Это проприетарное решение, поэтому раскрывают всех секретов, как мы автоматически инструментируем. Но это не... Скажу просто так, что мы делаем инструментацию не как там есть похожие решения на российском рынке, которые осуществляют мониторинг на основе трафика. То есть мы видим, что просто ушел запрос и не видим, а что на самом деле внутри происходило приложение, какие там были ошибки. Мы же внедряемся в рантайм самого приложения, мы понимаем, какие там были ошибки, сколько вызовов пришло на этот сервис, сколько он их отдал и так далее. Вижу еще один вопрос от Никиты Пыльнова. Под капотом у вас полностью и с нуля разработаны решения или же используется open-source инструмент? Наш бэкэнд и наши агенты – это полностью проприетарные решения, то есть полностью с нуля нами разработанные решения. Мы очень долго к этому шли, использовали лучшие практики от различных иностранных решений, так как у нас есть огромный опыт по внедрению и поддержке эксплуатации иностранных IPM мы понимаем, какой функционал конкретно заказчикам, какой он больше всего нужен, что заказчикам больше всего нужно для того, чтобы получить полноценный результат. Да, и да, у нас под капотом все полностью свое проприетарное, но мы используем, понятное дело, что там какие-то хранилища, там может быть и так далее, которые проприетарные. Ну, не проприетарные, прошу прощения, а open-source. Коллеги, прошу прощения, у нас сейчас возникла маленькая техническая неполадка с нашим демо-стендом. Я сейчас попробую... Сейчас он буквально еще пару минут, и он будет запущен буквально еще минутка. Да, стенд у нас рабочий, поэтому, возможно, там что-то сейчас сделали наши разработчики. Готов с радостью еще поотвечать на вопросы. Да, вижу еще один новый вопрос от Руслана. Автоинструментация не на ЕВПФ? Нет, мы для инструментации не используем ЕВПФ. Мы именно инструментируем код внутри приложения. Коллеги, еще вопросы? Пока мы исправляем маленькую техническую неполадку. Так. Хорошо. Всё. Всё. так вижу вопрос автоинструментация зависит от языка программирования поддерживается го и раст да мы поддерживаем го у нас есть трейсер для го у нас есть трейсер для раста haskell пока что не поддерживаем но можем посмотреть в этом направлении да давайте немножко поговорим про автоматическую инструментацию вижу что про это много вопросов попробую чуть подробнее про это поговорить то как мы это делаем да наши трейсер агенты они встраиваются в само приложение да мы поддерживаем языки программирования php java но джес датнет датнет core датнет фреймворк го раст что-то еще питон конечно же под каждый из язык программирования есть свои механизмы подключения нашего агента там случае java то у нас есть java agent то есть мы используем механизм подключения трейсер как java agent и наш java уже трейсер java agent он подключается в runtime приложения и инструментирует все что происходит внутри приложения и это все важно что происходит автоматически мы собираем каждую каждую транзакцию каждый запрос который проходит мы видим каждый метод под каждый язык программирования да у каждого языка есть там определенные есть разные фреймворки под каждый язык программирования их достаточно много и мы поддерживаем под каждый язык программирования все самые популярные фреймворки фреймворки логирования фреймворки там не знаю общение с базами данных и так далее то есть мы это все также инструментируем так вижу так про эликсир до эликсира мы тоже пока что не поддерживаем вот под какие нагрузки рассчитаны решение сколько логов трейса в секунду способно обрабатывать на обозначенных ресурсах да смотрите на минимально рекомендуемой машине минимально рекомендуемом бакенде 6 cpu и 12 гигабайт оперативной памяти мы можем обрабатывать порядка полумиллиона вызовов в секунду то есть полмиллиона рпс причем важно понимать что количество запросов это не всегда показатель того что это много или мало важно еще понимать что каждая транзакция она состоит из спанов и каждой транзакции внутри может быть и как три спана да и больше там ничего не происходит какой-нибудь обычный health check а также также транзакция может состоять там из тысячи и более спанов например какой-нибудь печки битрикс приложения где приложение там делает огромную выборку в базе данных этих запросов там генерится пропить по 500 по 600 штук базе данных в рамках одной транзакции да это очень актуально в случае битрикса и это совершенно другая транзакция да у нас по количеству вызов то будет также там такое же число но сами транзакции будут более объема то есть здесь важно учитывать эти моменты у нас есть конечно же наши механизмы по которым мы рассчитываем до то количество ресурсов которые потребуются конкретно заказчику да мы управляем некий опросник и уже даем конкретно сколько нужно данных вот касаемо да сколько логов трейсов в секунду ну такая машина нас обрабатывала более полумиллиона вызовов в секунду причем там транзакции достаточно объемные там по 300 по 500 спанов в рамках одной транзакции может быть в рамках одного вызова то же время обрабатывается там порядка 100 миллионов метр собранных компонентов инфраструктуры то есть но мы очень гибко настраиваем но уже гибко настроили наш бэкэнд и мы наш поход такой что нужно предоставлять максимально большое количество возможностей при этом немного потреблять ресурсов да аналогично как и наша модель машин леонинг она достаточно не емкая по потреблению ресурсов и дает нам именно те аномалии которые нам нужны у нас буквально еще минуточки у нас поднимется наш стенд вижу еще вопрос от чего зависит цена продукта количество объектов наблюдения глубина анализа объем данных у нас достаточно простая модель лицензирования мы лицензируемся по количеству хостов на которые будет установлена ошибья то есть есть фиксированная стоимость одна лицензия на один хост я сейчас точно не подскажу по цене это вопрос можно адресовать моим коллегам я покажу потом в конце слайдик с почтой на который можно задать все вопросы касаемо уже лицензирования и так далее коллеги сообщают что бэкэнд должен быть уже запущен пока вижу что он еще не запущен да правильно я слышу что html-элемент спан является основным строковым контейнером для фразового контента и по сути является единицей или ограничительным замеропроизводительности смотри нет html-текспан это немножко другое мы говорим про инструментацию кода то есть java приложение php это уже понятие спан это оно относится именно к трейсингу то есть у нас есть трейс в рамках трейса есть спаны у нас есть большая транзакция и каждый каждая функция каждая операция каждый процесс который происходит внутри одной транзакции что есть транзакции например пользователь нажал на кнопку добавить товар в корзину у нас ушел от пользователя запрос да xchr запрос а из этого начинается наша транзакция да то есть у нас генерировался какой-то запрос этот запрос уходит допустим к нам балансировщик на nginx да важный момент что умеем еще инструментировать и запросы которые проходят через через nginx то есть мы видим что запрос ушел на от пользователя ушел на nginx дальше nginx прокинул этот запрос на наше java приложение на наше но джес приложение и вот каждый вот этот запрос в рамках одной транзакции по сути уже является спаном то есть сегмент транзакции на java приложение у нас там отработали какие-то фреймворки отработали отработали какие-то методы были сделаны конкретные запросы там базу данных вот и каждый спан по сути будет ну спан уже и будет являться каждым методом в рамках каждым запросом в рамках одной транзакции то есть это не привязки не это не привязано к конкретному тегу html тегу так коллеги готов еще поотвечать на вопросы прошу прощения технические вкладки с бэкэндом так вижу так под какие нагрузки это я уже ответил коллеги еще вопросы с радостью отвечу что по поводу бизнес метрик можно ли реализовать воронку продаж на вашем решении да такое можно построить за счет того что мы понимаем как раз таки сколько на каждом из этапов ваши воронки было конкретных транзакций то есть сколько было раз добавлен товар в корзину сколько было там успешных оплат оформление доставок и так далее да такие данные мы уже имеем за счет того что мы собираем абсолютно каждую транзакцию да мы видим каждую ручку вашего приложения каждый день по и мы видим что запросы уходит например там пост логин запросы там либо не знаю нет юзер идей и так далее все это мы конечно видим и на основе этих дамок вы можете построить воронку продаж постараюсь сейчас в ходе демо тоже показать либо уже наверное можно будет отдельно с нами договориться и мы приведем для вас и для вашей компании отдельную демонстрацию до бизнес метрики мы поддерживаем к нам их можно как передавать любые бизнес метрики которые у вас уже там описаны ваши какие-то уникальные специфические метрики вы к нам их можете передать формате промить услуги по статсд а также вы можете использовать те метрики которые у нас уже имеются мы всегда помогаем заказчикам в процессе внедрения помочь настроить кастомные дэшборды на основе бизнес метрик у нас есть готовый тема дэшборд как раз на нем представлен пример как можно построить воронку продаж нашу платформу десять и семья дэшборд как раз на сроке да Да, коллеги, сообщают мои коллеги, что уже сейчас бэкэнд буквально через пару минут будет запущен. Еще хотелось бы немножко поговорить про микросервисы, рассказать вам про нашего агента, который работает внутри Кубернетиса, чтобы у нас в эфире не было тишины. Расскажу вам про то, как мы интегрируемся с Кубернетисом, потому что многие уже перешли на Кубернетис, и многие уже планируют, кто-то планирует переезд в Кубернетис. Да, и с точки зрения Кубернетиса мы контролируем, да, у нас есть свой хэм-чарт с нашим агентом, который поставляется в виде даймонд-сета, то есть у нас ставится агент внутрь кластера. Коллеги, прошу прощения, по всей видимости, у меня микрофон был, вот, отключили. Да, собственно, наш агент в Кубернетисе позволяет подключать вот эти трейсер-агенты автоматически, то есть мы используем адмишн-контроллеры самого Кубернетиса, да, такой адмишн-контроллер, как Mutation Webhook, то есть к подам с приложениями, написанными на Java, на Python, на Node.js, мы можем прям сразу же встроить нашего трейсинг-агента, тем самым, точнее, он будет встраиваться автоматически, то есть запускается наш агент внутрь кластера, запускаются ваши приложения внутри этого кластера, и мы прям сразу же подключим туда и трейсинг-агента, все это будет собираться, передаваться уже на агента, который живет на ноде, да, который поставляется в рамках Diamond Seta, и все это будет автоматически инструментировано. Коллеги, у нас запустился бэкэнд, прошу еще раз прощения за технические неполадки, собственно, я сейчас тогда пошарю экран. Собственно, у нас был с вами сделан релиз, мы видим, что был сделан релиз в 11.39. Давайте начнем с самого начала, да, мы получили оповещение о том, что у нас обнаружено превышение нормального показателя по количеству ошибок у сервиса юзер, да, и проблема эта критичная. Давайте расследовать, что же у нас случилось. То есть мы видим, что у нас был сделан релиз, и многие сервисы начали страдать. Сейчас на данный момент, давайте посмотрим, да, вот у нас, мы видим, что у нас есть у другого сервиса, прошу прощения, просто кончет был немножко заранее сделан, у другого сервиса мы видим также нормальное превышение, превышение нормального показателя по количеству ошибок. Вот, точнее, давайте посмотрим на этот сервис, на сервис шиппинг, что здесь мы видим отклонение по времени отклика. Давайте посмотрим, что же у нас случилось с нашим приложением сразу же после того, как был сделан релиз. У нас был сделан релиз, и мы видим, что у нас резко падает количество вызовов. Ну, здесь, скорее всего, наш бэкэнд был недоступен в этот момент времени. И мы видим, что у нас есть тренд, и в трендах мы видим, да, здесь это старое, прошу прощения, давайте выберем другое событие, буквально секундочку, давайте сделаем, поступим следующим образом. Сейчас вернемся к историческим данным, да, то есть у нас всегда есть возможность вернуться к нашим историческим данным и проанализировать, и что же было в другой момент времени. Сейчас давайте поступим следующим образом. Прошу прощения, нас интересует сервис юзер. Это будет за вчера. Собственно, мы сделали релиз, и мы видим, что у нас сразу же после релиза уменьшается количество вызовов, и также после релиза растет процент ошибок. Мы получили уже об этом оповещение, что у нас есть отклонение. И да, мы действительно видим, что... Давайте зазумимся, чтобы было лучше видно. Мы здесь действительно видим, что у нас есть отклонение от тренда. Тренд у нас был вообще минимальный, то есть ошибок не должно было быть никаких. И здесь мы видим, что у нас есть отклонение от тренда. Мы получили об этом оповещение, что у нас есть проблемы у сервиса. И мы можем проанализировать абсолютно каждую транзакцию, которая была у этого сервиса, но нас интересуют именно ошибочные вызовы. Поэтому мы отфильтруем все транзакции по содержит ошибку. То есть мы посмотрим только на все вызовы, которые были с ошибкой. Мы видим, когда примерно у нас это произошло. И вот у нас как раз-таки одно из самых первых ошибок по времени, которое произошло в 12.10. И мы видим сразу же после этого у нас произошла аномалия. И давайте проанализируем, что же было в рамках этой транзакции. В рамках этой транзакции мы видим, что к нам пришел запрос на наш NGINX, на endpoint post API user. Мы видим все детали этого запроса, откуда он пришел, куда он пришел. Что это был запрос в рамках local хоста, то есть это был запрос на NGINX. С этого же хоста мы видим peer-адрес. Понимаем, что это было сделано, скорее всего, у другого контейнера. По IP-адресу мы видим upstream-адрес, мы видим всю информацию уже о самом NGINX, какой был NGINX location, то есть куда был проксирован запрос. Мы видим worker.pid, upstream name. И мы видим с точки зрения инфраструктуру, куда пришел запрос. Далее мы видим, что запрос от NGINX ушел на наш сервис user. Это Node.js приложение. Мы видим, что вот ушел запрос на post login. Мы видим всю информацию об этом запросе. Какого типа это span, это веб-запрос. Используется фреймворк экспресс. Что запрос был сделан от Python user agent, пришел к нам. Запрос был от Python user agent. Метод запроса post, статус-код 200, рантайм URL и все дополнительные информации. Какой там конкретно HTTP URL был тернут у этого приложения. И, конечно, мы видим, где с точки зрения инфраструктуры было запущено это приложение. Далее мы видим, что у нас отработал, мы можем проанализировать, как отработал наше приложение, какие конкретно методы исполнялись. Мы видим, что отрабатывал фреймворк экспресс-миддлэр. Много-много разных запросов, что происходило конкретно. И мы видим, вот, у нас был сделан запрос в базу данных. И мы видим, что запрос завершился у нас с ошибкой. У нас есть соответствующая цифровая индикация TCP connect к MongoDB. Что же здесь было? Мы видим, что мы не смогли подключиться к базе данных. Мы видим сам error message, что у нас был connection refused по такому-то адресу. И здесь была конкретная ошибка, что мы не смогли подключиться к базе данных. Поэтому наши пользователи не смогли залогиниться в нашу платформу. И мы знаем, на каком хосте конкретно работает сам сервис Node.js, где конкретно была исполнена эта транзакция. Но нас интересует сама MongoDB. Давайте посмотрим, а были ли у нас какие-то события в этот момент времени по MongoDB. Прошу прощения, по всей видимости, наш backend сегодня что-то с нашим хостинг-провайдером, где мы размещаем наш хост. Собственно, я просто заранее знаю, что произошло за инцидент. Мы видим, что на самом деле у MongoDB в этот момент времени, сразу же после релиза, было обнаружено ООМ-событие, потому что контейнер с MongoDB начал потреблять очень много ресурсов. Все это было связано с тем, что в релизе мы пофиксили и поправили количество лимитов на базу данных. Мы видим, что там был ООМ-событие, и наша база данных в этот момент времени просто упала. Из-за этого у нас пользователи не смогли взаимодействовать с нашей системой. Да, но сейчас, к сожалению, наш backend опять упал. Да, это проблема, к сожалению, с нашим провайдером, где мы хостим наши хосты. Да, прошу прощения за непредвиденную такую ситуацию. Коллеги, в принципе, ну, конечно, я показал, наверное, не все, что хотелось бы показать по нашему дему. Сейчас я уточню у коллег. Да, коллеги мне пишут, что у нас опять проблема с нашим провайдером, провайдером, поэтому на этом, наверное, я завершил наши демо. Вот. Мы готовы отдельно провести дополнительное демо, показать, как с помощью нашей платформы можно провести роткос-анализ. Да, коллеги подсказывают, что проблема у нас сейчас не с backend, а именно с облаком, где мы запускаем наш backend. Да, там хост, проблема на его стороне. В принципе, коллеги, я, наверное, все рассказал, все, что хотел. Если есть еще какие-либо вопросы, на которые, может быть, есть вопросы, на которые я, может быть, еще не ответил, буду рад ответить. Сергей, спасибо. Да, конечно, просим прощения за такую техническую накладку, но, как Сергей сказал, в общем-то, если у кого-то будет интерес, то мы можем повторить демо, провести, в общем-то, персональную демонстрацию. решение. Я еще хотел бы немножко пару слов сказать. Одну секунду. Сейчас покажу экран. Собственно, как я уже говорил, некоторым уже удалось попробовать APM-решение от западных производителей. И здесь, если будет принято решение о переходе или рассматривается возможность перехода на альтернативное решение от российского производителя, то здесь, как нам кажется, на этапе реализации можно существенно сэкономить. То есть, если уже прошли через этот процесс один раз, это не означает, что через него надо будет пройти второй раз, поскольку мы все понимаем, насколько этот процесс трудозатратен. И здесь можно какие-то вопросы уже закрыты, и на этом можно реально сэкономить. То есть, например, вопрос с раскаткой агентов, с деплоем и согласованием, например, со службой информационной безопасности, что, в общем-то, по опыту достаточно трудозатратный во всех отношениях и длительный процесс, и он, если уже был решен один раз, то второй раз его проходить уже значительно быстрее. Ну, также метрики, которые необходимо контролировать, особенно то, что касается бизнес-метрики, они уже проработаны, да, уже проработан процесс их извлечения, на этом тоже можно существенно сэкономить, так же, как и набор алертов и правил нотификации, так же уже проработан, зафиксирован, описан, плюс немаловажная готовая структура дашбордов, которые можно переиспользовать и сделать аналогичные в другом продукте. Ну, и, конечно же, там непосредственно сам регламент процесса мониторинга, который при реализации проекта обычно готовится, и он уже должен быть в наличии, и фактически здесь ничего сильно не поменяется. То есть здесь, мне кажется, фактически идет только подмена платформы, и существенная часть работ уже должна была быть реализована на предыдущих внедрениях, реализациях. Ну, и завершая наш вебинар, конечно же, хотелось вот какой момент рассказать, что, ну, конечно же, хотелось бы попробовать этот продукт, и мы предлагаем сроком на три месяца взять в тестирование лицензию на 25 серверов абсолютно бесплатно. Программа действует до 30 июня. Пожалуйста, обращайтесь к нам, мы поможем получить лицензии. также наша компания инфосистема Jet окажет содействие в пилотировании, окажем консультации по внедрению этого решения. В общем-то, обращайтесь, вот на этот адрес можно писать запросы, также мы ответим на ваши вопросы по стоимости решения, подготовим коммерческое предложение, ну и проконсультируем по другим техническим вопросам, также можно будет согласовать дополнительные демо, ну и вообще любые вопросы в области мониторинга, пожалуйста, обращайтесь. Спасибо вам за внимание, еще раз прошу прощения за техническую накладку, но думаю, что в целом представление о продукте, о решении было получено. если еще есть какие-то вопросы, пока у нас есть время, давайте, задавайте, мы постараемся на них ответить. Ну, если нет вопросов, то, в общем-то, всем спасибо еще раз за внимание, за ваше время, всего хорошего, удачи, спасибо.